приветствую всех на канале путь инвестора с вами артем и в этом ролике я сделаю для вас небольшой обзор самого полезного на мой взгляд ресурса для начинающего инвестора сайта simply wall street сразу скажу что функционал этого сайта в основном платный но для вас у меня есть отличная новость я знаю как пользоваться всеми ресурсами бесплатно чтобы рассказать вам об этом пожалуйста используйте ссылку которая написал она для телеграма пишите мне в чате я вам вышлю полную инструкцию чтобы вы также смогли пользоваться всеми ресурсами этого сайта бесплатно пока на данный момент эта фишка работает я с удовольствием могу с вами ею поделиться почему же я считаю что сайт simply wall street наиболее будет полезен именно для начинающих инвесторов а вот почему они делают классный анализ в целом компании через так называемую снежинку обратите внимание сверху у нее стоимость волю дальше идет future будущее здесь past прошлой компании здесь health здоровья компании и здесь дивидендная история и с одного взгляда на эту снежинку мы с вами понимаем что представляет из себя компания вот к примеру сейчас мы смотрим с вами на теслу и видим что по прогнозам аналитиков у компании крутое будущее вот здесь написано что она будет перформить следующие 1-3 года мы видим что в прошлом у нее были скажем так не выдающиеся показатели мы видим что по здоровью она себя в целом чувствует хорошо она не платит дивиденды и сейчас стоимость компании абсолютно завышена далее у нас идет вот здесь вот все различные показатели которые в целом нас подводят вот к этой снежинке к этому итоговому результату кстати хотел бы вам сказать что английский язык это мой вам рекомендацион для инвестиций но вы всегда можете примеру в google chrome перевести все на русский язык и здесь мы с вами можем посмотреть что управляющие резюме тесла проектирует разрабатывать производит сдает в аренду и продает электромобиль а также системы производства и хранения энергии в сша китае и за рубежом здесь мы с вами можем полностью на русском языке посмотреть что представляет из себя эта компания дальше мы с вами видим несколько плюсов ожидается что прибыль будет расти на 32 и три десятых процентов в год компания стала прибыльной в этом году и анализ риска выплата процентов не покрывается доходом значительные инсайдерские продажи за последние три месяца и акционеры были разводнены в прошлом году давайте взглянем на компанию поподробней листаем вниз и к примеру подходим к оценке справедливой стоимости сейчас на данный момент одна акция стоит тесла 781 доллар а по мнению аналитиков simple wall street справедливая стоимость 116 долларов и по их мнению на 572 процента акция переоценена листаем дальше здесь у нас идет оценка ключевых показателей п на е п на б и приходим к оценке точнее к прогнозу будущего роста и мы с вами видим что по прогнозам выручка будет расти серьезными темпами при этом чистая прибыль не будет такими темпами расти листаем дальше и здесь вы часто видите это моих обзорах вот этот вот скриншот соотношение роста компании и индустрии обратите внимание тесла двадцать первом году будет расти ниже индустрии далее мы приходим к прогнозному графику роста прибыли на акцию или earning per share по прогнозам она будет расти мы видим прошлые показатели теслы анализ прошлых доходов по соотношению с индустрией далее приходим к финансовому положению компании смотрим как менялся долг компании собственному капиталу и соотношение долга к собственному капиталу далее у нас идут дивиденды здесь идет сравнение с рынком потом мы с вами видим данные о менеджменте видим что компании управляет исполнительный директор илон маск 48 лет в этой должности он более 12 лет далее мы с вами видим последний инсайдерские транзакции вот здесь вот немножко съехала потому что мы перевели на русский язык на английской версии все будет хорошо и мы видим что ким был маск брат продал 11 февраля 21 года 30 тысяч акций по цене 856 долларов то есть практически на самом максимуме далее мы видим кто является акционерами компании видим что 17 процентов принадлежит илону маску 6 процентов группе вангард 5 процентов black rock у листаем вниз и находим арк инвест менеджмент который принадлежит 0,43 акции компании напомню что сейчас арк инвестом управляет знаменитая кати вуд сейчас она на пике своей популярности и ее многие считают будущим уорреном баффетом хотя у нее абсолютно другой стиль управления далее мы видим общую информацию о компании количество работников компании место расположения palo alto калифорния также у нас с вами доступен функционал сравнения компании нажимаем на кнопку сравнить или compare будет по-английски и допустим сюда спишем компанию с которой мы хотим сравнить это эмфас энерджи да вот или к примеру мы хотим ее сравнить с тойотой эмфас энерджи это у нас компания которая производит панели солнечные а тойота это у нас автопроизводитель обратите внимание тесла больше напоминает производителя солнечных панелей по снежинке simple wall street чем автокомпанию также нам доступен скринер акции к примеру я хочу найти компанию которой хорошее будущее и у которой справедливая стоимость и вот мы с вами видим какие компании мы нашли также мы можем с вами просто найти компанию которую мы считаем чтобы у нас была оформлена снежинка simple wall street то есть компанию там без слабых мест и мы с вами видим что такие компании тоже существует очень много китайских компаний таких также есть интересная вкладка портфолио то есть портфели где мы можем к примеру оценить портфель арк инвест увидеть компании которые входят примерно понять что из себя представляет в общем этот фонд видим что он заточен на будущее и выбирает компании с хорошим здоровьем видим диверсификацию по компаниям диверсификацию по отраслям также видим что сейчас считается что стоимость всех компаний которые входят в этот фонд переоценена на 67,6 процента средний показатель пне 809 очень высоко поэтому вложение в этот фонд считается высокорискованными видим что по прогнозам в этом году он будет расти на 33 процента а средний рост будет 7,2 процента надеюсь этот небольшой обзор на сайт simple wall street будет вам полезен если так то поставьте лайк подписывайтесь потому что дальше будет еще интересней всем спасибо за внимание всем пока